Здравствуйте, друзья! С вами Казуко Фэмили. Приветствую, друзья! Представьте, что вы идёте в свою долгую дорогу под названием «Жизнь». И с собой вы берёте пакет разных яблок многих сортов. И вы не знаете, какие они внутри, сладкие или горькие, эти яблоки. И по пути вы будете пробовать их, некоторые выкидывать, а другие отдавать людям по пути эти яблоки. Но будьте внимательны, какое яблоко отдаёте, а какое выкидываете или бросаете. Некоторые яблоки будут твёрдые или мягкие, кислые или сладкие. Когда-то они росли на дереве, и их вырубили эти деревья. И они оставались гнить на полях из-за своих хозяев. Будет плохая погода, но вы будете зачищать свой пакет с этими яблоками. На вашем пути будут разные люди, кто отнимет эти сладкие или горькие яблоки. Но суть не в этом. Вас будет ждать долгая дорога домой. Вы будете оберегать эти яблоки. И ухаживать за ними, чтобы не стать голодными. В зёрнах этих яблок хранится нечто ценное. Вы будете падать и вставать. Падать и снова вставать. Но подбирать эти яблоки разных сортов. Сладкие или кислые, твёрдые или мягкие. Они могут дать вам полезные плоды, эти яблоки. Зависит от самого яблока. Но в конце пути у вас останется одно целое яблоко. Возможно, сладкое яблоко. Или горькое. Или твёрдое. Или мягкое. Зависит от начинки. И если повезёт, может останется несколько яблок. Так вот в чём смысл данного моего рассказа, ребят. Дерево в рассказе. Это поддержка. Поддержка определённого количества яблок. А яблоки, ребят, это люди. И их зёрна, внутри яблок, это душа. Или внутреннее состояние души. И вы всегда несёте их с собой, эти яблоки. Я надеюсь, вы поймёте смысл Казоку Фэмили, моего канала. Я не зря выбрал дерево, яблоки, плоды. Поэтому, я надеюсь, вы поймёте смысл моего рассказа. Потому что этим самым я хотел вам показать и внести в ясность, что значит Казоку Фэмили. Это значит семья, объединение людей, поддержка. Знаете, этот рассказ мне пришёл подсознательно. Я сам выбрал эту картинку, которая мне понравилась. Сам понял смысл этих слов, которые хотел вам, в принципе, передать. Сам сочинил эту музыку на эмуляторе пианино. Я этим самым пытался вам показать, ребят, что это для меня очень важно. Поэтому, я надеюсь, вы поймёте меня, поддержите канал, поставите лайки. Потому что такого контента в Ютубе практически нету. Ну, как? Почти. И поэтому, я надеюсь, вам понравилась данная история. Рассказывайте её друзьям. Делайте репосты. Я надеюсь, вам понравится наша группа, ребят. Так что, всем до встречи, ребятушки. Всем удачи. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»